Здравствуйте! В эфире программа «Медицина 21 века». Новости и полезная информация о здоровье и красоте. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейсус отменил статус пандемии коронавируса. Однако, если COVID-19 вновь начнет стремительно распространяться, статус пандемии могут вернуть. По словам руководителя ВОЗ, по официальным данным от коронавируса в мире погибло около 7 миллионов человек. По неофициальным – около 20 миллионов. Этот вирус здесь надолго, он все еще убивает и мутирует, отметил глава ВОЗ. Список получателей бесплатной стоматологической помощи расширили в Приморье. Как рассказали в региональном Минздраве, теперь 13 категорий приморцев будут получать ортопедическую стоматологическую помощь бесплатно в государственных стоматологических поликлиниках и кабинетах. Отметим, что ортопедическая стоматология – это восстановление, протезирование, коррекция деформаций зуба челюстной области. В 13 льготных категорий вошли, в частности, участники СВО, одиноко проживающие граждане, достигшие 70 лет и имеющие звание ветеран труда, ряд специалистов, направлявшихся на работу в Афганистан, Сирию. Полный список льготников можно узнать в страховой компании. Напомним также, что в рамках нацпроекта здравоохранения в государственных стоматологических поликлиниках и кабинетах по полису ОМС всем приморцам доступна помощь по ранней диагностике стоматологических заболеваний, включая онкологические. В университете МИСИС представили первый в России тканевой пистолет, который может останавливать кровотечение и запускать регенеративные процессы при ранениях легкой и средней степени тяжести. Устройство предназначено для работы в военно-полевых условиях и в зоне ЧАЭС. При шивке биоактивный материал создает пленку на ране, предотвращая попадание бактериальной инфекции и создавая благоприятные условия для ее ускоренного заживления. Как отметил автор разработки инженер Тимура Айдемир, в отличие от существующих мировых аналогов, разработанное устройство полностью автономно. При необходимости тканевой пистолет можно создавать прямо в зоне боевых действий с помощью 3D-печати. У многих людей возникают ситуации, когда нормально поесть некогда и приходится перекусывать на бегу. Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Татьяна Солнцева посоветовала, как уменьшить вред таких перекусов. Во-первых, есть надо все же не на бегу в прямом смысле, а остановиться и по возможности присесть. Дело в том, что когда мы двигаемся и едим, напрягается и пищеварительная, и дыхательная системы. И как следствие, пища быстрее продвигается по пищеводу и хуже усваивается. Кроме того, заглатываемый воздух в большем объеме, чем сидя, попадает в пищеварительный тракт. Отсюда метеоризм, приступы отрыжки и чувство тяжести в области желудка. Однако тем, кто страдает гастроэзофагиальным рефлюксом, даже лучше перекусить в положении стоя. Что касается меню, пища на перекус должна состоять из белка и клетчатки. Хороший вариант – кусочек курицы или индейки с листьями салата, яблоко или банан, несладкий йогурт, кусочки овощей, горсть орехов. А вот любимые многими сдобные булочки с кофе вызовут быстрый подъем инсулина в крови и такой же резкий его спад. А значит, чувство голода скоро вернется. Начинается пора экзаменов и поступлений в учебные заведения. Для очень многих подростков это серьезные внутренние испытания со страхами, волнениями, стрессами. Как снизить этот накал и подойти ко дню сдачи экзамена в максимально ресурсном состоянии? Как правильно себя должны вести родители? Сегодня в беседе с клиническим психологом Еленой Литовченко мы поговорим об этом, а также расскажем про эффективные техники для снятия тревоги. Поговорим о том, нужно ли заставлять себя есть перед экзаменом, как сбросить лишний адреналин и зачем продумывать план «Б», если вдруг итоговый балл будет ниже, чем ожидается. Елена Викторовна, здравствуйте. Здравствуйте. Вот, судя по запросам зрителей и пользователей социальных сетей, тема волнений, тревог, разных стрессов очень близка людям. И, конечно, всем хотелось бы избавиться от этого состояния, прийти к внутренней гармонии. Очень хорошо, что сейчас вы, в частности, да, даете какие-то ответы на вопросы в телеграм-канале. Вот недавно я прочитала, как избавиться от злости. Очень тоже интересно. А сегодня мы поговорим на тему, очень актуальную, в предстоящем, так скажем, сезоне, потому что начинается пора экзаменов, ОГЭ, ЕГЭ, сессии у студентов, защиты дипломов. И, конечно, у людей масса страхов, волнений, стрессов. Как не впасть здесь в какой-то затяжной стресс? Как не расшатать нервную систему? Ведь не секрет, что после ОГЭ, после неудачных каких-то отметок наблюдается волна трагичных всяких историй. Первый вопрос такой, вообще волнение – это нормально перед экзаменами? Волнение перед экзаменами – это нормально. Человек не может полностью избавиться от волнения. Но есть такое какое-то понятие, вот когда норма, а когда вот уже чересчур и надо с этим человеком что-то делать, и ему со своим состоянием? Если человек понимает, что ему мешает волнение, если он не может с этим справиться, если, например, у него дрожит голос, или тремор рук, или сильная потливость, понимает, что у него сбиваются речи или мысли, то, возможно, ему нужно будет обратиться к специалисту. А вот смотрите, сейчас столько разных препаратов, успокоительных, противотревожных. Есть смысл обращаться вот к таким средствам? Если человек не наблюдается у невролога, если человек не наблюдается у психотерапевта и собирается что-то применить непосредственно перед экзаменом, это будет излишне, потому что на экзамене нужно, во-первых, сосредоточиться, во-вторых, действие препарата может быть непредсказуемым. То есть лучше не рисковать? Лучше не рисковать. А то можно так расслабиться, что уснешь на экзамене или что? Можно уснуть, а может быть тошнота какая-то появится. То есть мы не можем предсказать, как организм отреагирует на тот или иной препарат, на какое-то лекарственное средство. Может быть витамины, может быть что-то какое-то травяное. Очень часто люди еще жалуются и говорят о том, что я вообще не могу есть, все, кусок в горло не лезет. При этом другие источники пишут, что все-таки нельзя идти голодным на экзамен. Но дело в том, что мозгу нужно питание, необходимо. И даже когда, как говорится, кусок не лезет в рот, нужно все-таки понемножку, помогают хлеб, крейкеры. Они хорошо утоляют голод и успокаивают желудок. Чтобы не было тошноты, и чтобы все-таки была возможность сосредоточиться, все-таки питание нужно. Правда или миф, что дыхательные упражнения реально работают? И там я читаю, что есть масса каких-то схем, например, 4 на 4, 4 вдоха, задержка, потом выдох на 4, и потом снова задержка дыхания. Да. Работают, да? Это называется квадратное дыхание. Оно очень хорошо помогает при стрессе. Замечательно. И даже просто, если человек чувствует, когда тревога или паника начинается, хорошо просто закрыть глаза и спокойно подышать. Но дыхание подсчет, вот это квадратное, да, когда мы вдыхаем на 4, задерживаем, потом выдыхаем на 4 и опять задерживаем. Сделав 4-5 таких вдохов-выдохов, можно почувствовать прямо-таки успокоение. Мне кажется, что это именно сердцебиение успокаивается. Вообще деятельность мозга даже, да, насыщение кислородом лучшее. А еще какие есть эффективные упражнения? Очень хорошее упражнение, которым пользуются даже спортсмены, это представить свое безопасное место. У каждого оно, у нас есть такое индивидуальное, закрыв глаза мы можем его представить. Это может быть берег моря, это может быть своя родная комната, это может быть полянка в лесу. И буквально там пребывание в этом месте, буквально там 3 минуты, да, даст успокоение очень хорошее. Это надо сделать перед тем, как ты зашел в кабинет на экзамен. Или уже ты сидишь с ручкой, чтобы отвечать, и такой закрыл глаза и представляешь, что ты вот здесь на бережку. Если есть время, можно и в кабинете, но перед кабинетом это сделать нужно обязательно. А как вы относитесь к аутотренингу, ну, к самовнушению, к таким вот аффирмациям, типа, я все знаю, моя память отлично работает, я сдам там на 4 или на 5. Отношусь к этому очень хорошо. Дело в том, что это не из области какой-то магии, да. Это про то, что свои тревожные мысли мы замещаем чем-то положительным, позитивным. И я бы от себя порекомендовала, если это отзовется нашим слушателям, проговаривать про себя такие слова. Я есть сила, я есть осознанность, я есть контроль. Вот они очень помогают, и им, как правило, верит наше бессознательное. Поверит ли оно вышеперечисленным, я не знаю. Я есть сила, я есть осознанность, я есть контроль. Я есть контроль. И как часто это все надо говорить? По мере того, как человек чувствует, что поднимается у него тревога, он может напомнить себе, что все-таки в нем сосредоточена сила, в нем сосредоточен контроль над тем, что он делает, и в нем есть осознанность. Часто перед экзаменами, и знаю по себе, да, люди собираются в кучку перед кабинетом и говорят, ой, я это не знаю, а ты, а вот тот вопрос, а тот. И все вот делятся своими страхами друг с другом. Вот как для психики? Это помогает нам, ну, понять, что я не один такой, ничего тут не выучил, и расслабиться. Либо наоборот, ты этот градус тревожности повышаешь. Конечно, это повышает градус тревожности. То есть, если мы делимся друг с другом и слушаем страхи других и тревоги, то это не приносит нам никакой пользы. Гораздо лучше подойти к окну и начать рассматривать, что там есть за окном. Это нас больше расслабит и подготовит к тому, чтобы успешно сдать экзамен. Получается, что ты волей-неволей от них чего-то наберешься? Даже стоять рядом, вы очень правильно сказали. Поэтому я рекомендую подойти к окну и посмотреть, что происходит за окном. Елена Викторовна, ну, это очень интересно. Вроде как кажется, что тебе до чужих дел и нету, до их страхов. А что, на самом деле твоя психика в этот момент что-то впитывает? Мы воспринимаем даже телом. Мы ощущаем и воспринимаем даже телом. И наша тревога преувеличивается многократно. То есть, мы можем это просто не осознавать, да? Да. А насколько важна поддержка родителей, ну, или каких-то близких людей перед экзаменом, особенно для школьника? Вот так называемые обнимашечки, когда родители скажут, ну, да ты у меня молодец, умничка, всё сдашь, всё хорошо. Это на пользу. Либо человек юный, наоборот, расслабится и не сможет чётко сконцентрироваться и строго вот работать. Если это подросток, то он может просто не захотеть этой близости, этих объятий. Тут про привычки наши семейные, да? С другой стороны, если в семье тёплые взаимоотношения, если родители поддержат его объятиями и добрыми словами, это будет очень хорошо. Ну, вот смотрите, вы сказали так интересно, если в семье тёплые, а вот если не тёплые отношения, но всё-таки родители, там, мама, понимая, что человеку предстоит ЕГЭ, все, в общем-то, очень переживают насчёт таких экзаменов, да, подойдёт и, наконец-то, из себя вот это достанет, материнское обнимет. вот такая поддержка как? Ну, удивиться, наверное, ребёнок. Удивиться? Ну, это будет хорошее удивление? Не знаю. Расслабить вряд ли так сильно расслабит, что как-то помешает. Ну, лишним не будет. Ну, то есть я... Стоит попробовать. Но мой вопрос в глобальном плане всё-таки родительская поддержка. Она важна, нужна и какая она должна быть? Она может быть разной, эта родительская поддержка. И объятия, да, и с другой стороны, может быть, даже иногда промолчать и может даже не оказывать никаких действий в сторону подростка, а просто спросить его, когда тебе будет нужна моя помощь, я готова тебе помочь. А в каких случаях лучше промолчать? Вообще подростки, они же такие колючие. Поддержка родителей или советы какие-то, или вот эти лозунги, у тебя всё получится, или ты опять ничего не делаешь, или ты должен, или ты всегда, или ты никогда, это отнюдь не помогает. В этот момент лучше оставить ребёнка со своими размышлениями, может быть, даже со своими переживаниями, но быть рядом и быть готовым помочь ему и что-то выслушать. А вот психика у людей молодых, там, от 18 лет, ну, уже совершеннолетних, но вот у студентов, допустим, если они там с родителями всё равно общаются, близки, им, как вы думаете, насколько нужна такая поддержка? Они ещё нуждаются в ней? Практически нет. То есть что получается, вообще тебе не нужна никакая поддержка, или она нужна, но не от родителей? Они могут с друзьями общаться, они могут с интернет-приятелями поделиться, но от родителей только в том случае, если у них очень доверительные взаимоотношения. В любом случае это может восприниматься, как нарушение личных границ, если родитель слишком навязывается со своей помощью. Ну, ни пуха, ни пера мы можем всегда пожелать, правильно? Но говорить, что я в тебя верю, когда человек сам в себя, может быть, не верит, это, ну, лишняя правда. А вообще к вам такие пациенты приходят с волнениями, страхами перед экзаменами именно? Да, их сейчас много. Они приходят и говорят, Елена Викторовна. Как будто вдруг я не сдам, причём они жалуются на родителей, на ожидания родительские, да, и на то, что если я не сдам, меня мама убьёт, что я буду делать, если у меня не получится. А что вы говорите таким ребятам? Мы с разных сторон подходим, да, и опять же советую им расслабляться и поговорить с родителями на тему личных границ, потому что это очень важно. И иногда прошу, чтобы они привели с собой маму. Вообще лучше всего снять все ожидания и отделить себя как составляющая этого испытания, да, такого как экзамен, как ЕГЭ или что-то ещё, и понять, что есть я, а есть это испытание. То же самое важно понять родителям, что, например, не успех какой-то, неудача в сдаче экзамена не делает человека хуже. Но это, конечно, не конец света. Но если это повлияет на дальнейшее, как планировалось будущее ребёнка, на поступление, они теперь знают, что вот он не достиг тех баллов или тех результатов, на которые все были настроены. Вообще какой должна быть здоровой реакция взрослых на неуспех, так называемый, ребёнка? Понимая, что человек, ребёнок пережил стресс, важно убрать свои негативные реакции и постараться всё же его поддержать в этой ситуации. Ну да, вот я в начале передачи обращалась к какой-то статистике по трагичным всяким историям после ЕГЭ. Как раз это описано, что было связано с какими-то оценками неудовлетворительными. Как это можно всё и можно ли это всё предвосхитить, профилактировать? Какие слова мы могли бы здесь найти для взрослых, для детей, чтобы никто никаких драм не устраивал из плохой отметки? Хорошо, когда мы изначально понимаем, что могут быть разные результаты. И хорошо, когда мы позволяем себе увидеть разные возможности. Не только этот один путь, а понять, что путей много. И вместо этого может быть что-то ещё. И может быть это даже будет лучше для этого ребёнка через 5, 10, 15 лет. Правда. Во-первых, есть вариант пересдачи. Во-вторых, может быть это какое-то другое учебное заведение. Елена Викторовна, я ещё прочитала, что волнение заставляет организм вырабатывать адреналин. Но это эволюционно стоит целью, чтобы мы могли убежать от тигра саблезубого. Именно из-за адреналина у нас появляются такие признаки, как тремор, дрожание голоса пересыхает во рту. Для того, чтобы это состояние нам не мешало, этот адреналин надо сбросить перед экзаменами. И для этого надо позаниматься физкультурой или спортом, сделать несколько каких-то упражнений. Хорошие рекомендации. Можно сделать такую небольшую зарядку. И это правда сбросит излишнюю вот эту адреналиновую вспышку. Как долго вообще вот это адреналиновое напряжение может продолжаться? У всех по-разному. Поэтому и важно использовать и дыхательные практики, и аффирмации те же. И может быть даже шаги посчитать, когда вы идёте до кабинета. То есть применять любые практики для того, чтобы расслабиться, для того, чтобы снизить вот этот вот стресс и панику. И важно понимать, что очень много усилий даёт наименьшее количество результата. Есть даже такой принцип Парета, который рассказывает о том, что 80% усилий приводят к 20% результата. И наоборот, 20% усилий приводят к 80% результата. Поэтому в последний день перед экзаменом лучше расслабиться и всё-таки постараться как-то отдохнуть. Елена Викторовна, но в каких ситуациях всё-таки без помощи психолога не обойтись, клинического психолога? Если человек понимает, что у него нарушен сон и уже длительное время, если ребёнок чувствует, что у него нет аппетита, если он стал плаксивым или истеричным, тогда всё-таки лучше посетить психолога. И это, возможно, хватит и одной встречи, но максимум до 10 встреч бывает достаточно. А что делать бедному родителю, у которого какой-то нерадивый ученик, и они сами находятся бесконечно в этом стрессе, хотя ребёнок, может быть, наоборот, расслаблен, но ему ничего не надо, он ничего не боится, поэтому? Каким родителям что делать? Спросить себя, что я делаю со своей жизнью и зачем? И попытаться хотя бы на секундочку понять, где есть моя ответственность, а где есть ответственность моего ребёнка. Очень часто родители своими ожиданиями, желаниями, контролем не дают ребёнку сделать собственный выбор. А если этот выбор, очевидно, не очень хороший? И тогда мы понимаем, что это его жизнь. Нужно убрать свой стыд, свою вину, свои родительские ожидания и мысли о том, что ребёнок достигнет чего-то, чего не достиг я. Это обычно очень большую ответственность накладывает на ребёнка, и ничего хорошего из этого не получается. Нужно отпустить эти поводья и всё-таки отдать ребёнку его ответственность. Прекрасная рекомендация. Мне кажется, и самим родителям станет легче жить, да? Да. Это его выбор, это его жизнь. И ему её жить. И долго жить без нас, без родителей. Если нас зрители посмотрят и захотят попасть на приём к вам, к клиническому психологу, какой алгоритм? Помощь оказывается бесплатна до 23 лет. Важно взять направление у невролога, либо у терапевта или педиатра и записаться через регистратуру. Елена Викторовна, спасибо большое. Хотите что-то пожелать нашим зрителям? Может быть, детям? Может, родителям? Конечно, хочется пожелать успехов. Конечно, хочется пожелать спокойствия, крепкого здоровья. И пусть все ваши мечты сбудутся. Ценность инновационных разработок в медицине переоценить трудно. Потому что это наше с вами здоровье. Здоровье наших детей и близких. А ещё мы знаем, что ранее современная диагностика – это залог эффективного лечения, иногда и жизни. На днях в медцентре ДВФУ состоялось знаковое событие. Здесь открылся новый инновационный референс-центр эндоскопической диагностики. Он оснащён самым передовым оборудованием компании «Олимпус». Это значит, что приморские доктора смогут учиться, развиваться, а также выявлять и лечить многие заболевания, включая онкологические, на более высоком уровне. 19 мая в медицинском центре ДВФУ торжественно открылся инновационный референс-центр эндоскопической диагностики. Центр создан в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Его цель – улучшить диагностику и повысить профессиональный уровень специалистов Дальневосточного региона. Это станет возможным благодаря обучению докторов на современном эндоскопическом оборудовании, поставленном компанией «Олимпус». И в дальнейшем врачи смогут внедрять инновационные технологии и передовые методы лечения на своих рабочих местах. Это будет оборудован и для диагностики, и для лечения, и обучения. Вы знаете, и для научных проектов, потому что сам университет, он в себе заключает несколько компонентов. Это и образовательные, это научные проекты, и, безусловно, это медицинская помощь наших пациентов, и особенно сложных пациентов. Оборудование установлено в эндоскопическом отделении медицинского центра ДВФУ. На нем уже начали работу с вчерашнего дня. На ней можно выполнять все вмешательства эндоскопические, такие как гастроскопия, колоноскопия, как диагностические, так и лечебные. На сегодняшний день все оборудование направлено на выявление злокачественных новообразований, особенно в ранних стадиях, когда возможно вылечить пациента минимально инвазивно, без удаления органа и сохранением всех его, скажем так, составляющих. Компания «Олимпус Москва» – дочерняя компания «Олимпус Европа». Уже на протяжении ста лет разрабатывает инновационные медицинские технологии, цифровые камеры, лабораторное оборудование, являясь лидером на мировом рынке оптических и цифровых высокоточных систем. Сегодня у нас замечательное событие. Мы открываем референс-центр компании «Олимпус» в Владивостоке. Это специальная программа, программа компании, которая связана именно, скажем так, с возможностью обучения врачей в регионах России, теперь уже и на Дальнем Востоке, на современнейшем, самом современном оборудовании компании, которая дает, собственно, возможность приобретать новые навыки, естественные навыки лечения, которые, конечно же, нужны пациентам. Прежде всего, там, скажем так, направление, которое для компании важно, интересно, это борьба с раком, рак желудочно-писточного, рак ЖКТ, он такой сложный. Концепция данного центра, она включает в себя самые новейшие образцы эндоскопического оборудования, эндоскопического инструментария, которые постоянно будут находиться на этой площадке. Доктора медицинского центра будут на этом оборудовании проводить лечебно-диагностические процедуры ежедневно. Но еще очень важный момент, что это обучающий центр. Созданные на базе референс-центра учебные программы и курсы позволят медицинским специалистам обучиться и на практике в дальнейшем внедрять наиболее передовые методы, необходимые для лечения пациентов. Сейчас эндоскопия – это вообще та отрасль медицины, которая, наверное, имеет самое бурное развитие на фоне всех других специальностей. Поэтому мы вот как хирурги, допустим, хирурги обижаются, что скоро врачи-эндоскописты заберут хлеб. То есть это оборудование позволяет не только диагностировать проблему, но и сразу ее лечить, понимаете? То есть малоинвазивно, без разрезов, внутри просветно. И мы можем убирать опухоли желудочно-кишечного тракта с помощью этого оборудования эндоскопическим. До свидания! Будьте здоровыми и счастливыми! Это была программа «Медицина 21 века». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова